Программа «Кругозор» и я ее ведущая Виктория Муратова. Здравствуйте! В нашей программе мы часто рассказываем о работе депутатов городского округа Егоревск. Какие задачи перед ними стоят, какие проекты удается реализовать и какие наказы от жителей города в планах выполнить? На эти и другие вопросы сегодня ответит депутат городского округа Егоревск Скворцова Любовь Анатольевна. Внимание на экран! За мной закреплена территория 6 микрорайона. И, соответственно, все вопросы, которые касаются даже этого района, он мне дорог, этот район. Дороги все те наказы, которые делают и дают избиратели. Основлюсь на том, что на последних выборах, перед последними выборами депутаты, Совета депутатов городского округа Егоревск, было много наказов. Это наказы, касающиеся и освещения 6 микрорайона, это и видеонаблюдение наших мест массового скопления людей в наших микрорайонах. Мы уже не раз говорили о наказах избирателей городского округа своим депутатам. Их целью является повышение уровня и качества жизни населения. В качестве наказов могут рассматриваться предложения избирателей по изменению действующих законодательства, либо осуществлению конкретных мероприятий, требующих капитальных расходов, соответствующих бюджетов и направленных на социальное выравнивание территорий. Наказы должны соответствовать целям и задачам программ и планов социально-экономического развития территорий. Это, конечно, обязательно материально-техническая база образовательных учреждений, которые находятся на территории 6 микрорайона. Для меня это, наверное, один из самых важных вопросов, потому что сама работа в образовании, я понимаю, насколько это важно. Очень важно, когда образовательные учреждения находятся в хорошем состоянии. Тем более, что дети находятся в детских садах больше по времени, чем дома. Конечно, им нужно создавать комфорт и уют, создать условия для их развития. Много вопросов по 29-му саду снято. Это и ремонт кровли, и это замена оконных блоков, это ремонт техподполья. Вот водители этих организаций, когда ко мне обращаются, первым делом я всегда ставлю вопрос о решении проблемы именно в образовательных учреждениях. Решен вопрос с проблемой парковки у детской школы искусств, потому что в ней занимаются не только дети из 6 микрорайона, а со всего города. Вопрос стоял об организации стоянок около 18-го дома. Там замечательно сделали сейчас асфальтовое покрытие, стоянки сделали, пешеходную зону обозначили, тротуар. Остались и нерешенные наказы. О них депутаты не забывают. У нас есть сейчас вопрос, который тоже сегодня уже решается. Я думаю, что к 1 сентября он будет снят и решен этот вопрос. Это пешеходная дорога от нашего магазина «Атак» и до 15-й школы и выход сюда к 12-му дому. Этот вопрос больной у нас был, и он сегодня уже решается. У каждого депутата есть наказы. И нужно заметить, что мелких проблем не бывает. Все важны, ведь из этого складывается комфорт жителей городского округа. Работаем мы в команде. Мы не работаем один депутат, и на свой округ работать нет. Мы работаем в команде и всегда стараемся помогать другим депутатам работать в плане. Тем более я являюсь председателем комиссии по социальным вопросам, по здравоохранению, по образованию, культуре, спорту. Вы понимаете, это такой блок, который во всех сферах. Он всех касается. Каждой семьи, каждого жителя. А потом дети – это наше будущее, поэтому эти вопросы все мы решаем. Поэтому обращаюсь к своим избирателям. Есть проблемы, есть вопросы. Я всегда с вами на связи, я всегда готова вас выслушать. Я готова слышать и критику в наш адрес, в свой адрес, в адрес Совета депутатов. Нет нерешаемых вопросов. Их просто надо решать грамотно, умно и коллективно. Мы всегда готовы и открыты с вами выходить на контакт и на диалог. Ну и напоследок давайте пробежимся по последним новостям в нашем регионе. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе снимаются ограничения на посещение пляжных территорий. В местах отдыха у воды должна быть обеспечена безопасность. Купание разрешается только при положительном решении Роспотребнадзора. Со среды в Московской области начали работу загородные детские лагеря. Все вожатые в лагерях проверены на коронавирусную инфекцию. Территории лагерей продезинфицированы. С 29 июня в рамках обязательного медицинского освидетельствования в едином миграционном центре Московской области на COVID-19 протестировали 6 тысяч иностранных граждан. Государственная жилищная инспекция Московской области начала проверки и осмотры готовности многоквартирных домов региона к предстоящему осенне-зимнему периоду. Инспекторы посетили 3 тысячи многоквартирных домов с подписанными паспортами готовности к зиме. По предварительным результатам различного рода нарушений выявлены в 40% из них. На устранение нарушений были выданы предписания и предостережения надзорного ведомства, а также требования главам органов местного самоуправления о необходимости устранения нарушений. С начала года в результате спецоперации «Свет» в Подмосковье по предписаниям инспекторов Госадомтехнадзора было устранено 221 нарушение в содержании средств наружного освещения в различных муниципалитетах региона. В 2020 году планируется благоустроить 726 дворовых территорий в Подмосковье. Адресный перечень утвержден решениями муниципальных общественных комиссий по благоустройству. Ознакомиться с полным перечнем можно на сайте министерства. Все работы по комплексному благоустройству дворов планируется завершить до сентября. И последнее. Сотрудники Комитета по туризму Московской области провели проверку приоритетных туристских объектов на территории региона. Представители Комитета совместно с администрациями городских округов осмотрели музеи, гостиницы, рестораны и туристские объекты. А также был проведен контроль исполнения требований Роспотребнадзора. Наш выпуск подошел к концу. С вами была программа «Кругозор». Увидимся ровно через неделю в 21.00 на телеканале ТВ «Мост». Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова